Тихо было в Самаре. Тихо, однако, не везде. Что-то несусветное творилось в доме на углу Самарской и Красноармейской улиц в помещении бывшего театра «Красный комар». А мы предлагаем вам перестать вместе с нами еще несколько страниц из романа Эдуарда Михайловича Андратова «Жестокий год». Самара, год 1921. Гигантской гильотиной отрежем шар земной. И на кровавой тине построим мир иной. Да, на кровавой тине построим мир иной. Гигантской гильотиной отрезав шар земной. Здесь, возле дома на углу Самарской и Красноармейской улиц, прохожие задирали кверху головы, прислушиваясь к тому, что происходит в окнах второго этажа. А редкие извозчики ругались в полный голос, едва останавливая своих испуганных кляч. Если прислушаться, то в этом шуме можно было различить и аплодисменты, и крики, и как будто бы грохот падающих лавок. Потом какофония затихала, и дом некоторое время помалкивал. Только из форточек вырывались сизые клочья дыма. Дом как будто бы выжидал. Вот возле него появятся новые парохожие и извозчики, и тогда-то он их и оглушит. И он в самом деле оглушил. Да так что толстая тетка, которая шла возле этого дома, испугавшись, села на тротуар. То есть в грязь толстой тетка казалась из-за платков, спеленавших ее грудь крест-накрест. На самом же деле была она худющей и держалась, вероятно, только на одной злости. Вот сейчас, подняв голову кверху, закряхтела и стала ругаться. Детскать, буржуи, делать вам нечего. Покряхтела еще, покряхтела, с трудом поднялась и пошла в освояси. Но тетка с коромыслом была не права. Только по глубокому незнанию адресовала она в окна второго этажа этого дома свои ругательства. Ни старорежимными, ни новыми буржуями в доме на углу Самарской и Красноармейской улиц даже не пахло. Теперь здесь размещался комсомольский клуб первого района Самары. Страшным же шумом, который пугал прохожих, сопровождалась встреча с поэтами. Ее организовали у себя комсомольцы первого района Самары. Да, голод голодом, а здесь спорили о стихах. Гаражистов пришло трое. Очень рослого, мягкоголосого человека в косоворотке, галифе и хромовых сапогах знали многие. Это был Николай Жукалев, часто печатавшийся в коммуне и старший по возрасту поэт гаража. Юма была уже, пожалуй, за 30. Рядом с ним на сцене сидел Семен Бездомный, такой же великорослый, но заостренный, как пика, человек. Маленькая головка, покатые плечи, острый нос. Застегнутая на все крючки шинель, болталась на нем, что напугали. Третий гаражист не был похож на своих собратьев по поэтическому цеху ни внешностью, ни одежкой. Больше всего он напоминал японского шпиона. Но по паспорту он был свой, не придерешься. Матвей Сергунин из Кенеля. Долгое время диспут протекал вяло. Глядя не в переполненный зал, а значительно выше, поэт Жукалев солидно окол. Капитализм в России развивался, пролетариат уформился, как класс. В цене неудержимо поднимался не только хлеб, но и обычный квас. Чуть повеселее стало, когда закурлыкал свои вирши поэт бездомный. Его пикообразная комичная фигура привлекла внимание и к его стихам. Пора, пора, гудок гудит, спешу скорей к заводу. Дед на заваленке сидит и пьет из бочки воду. Скажи мне, дед, когда и где здоровье потерял в труде? Пафсно протянул в зрительный зал руку бездомный. А не надо было из бочки пить, гаркнул кто-то из зала. Сейчас же раздались крики. Да тише вы! Бездомный нахмурился, но продолжал. На пару дней оставь гужи, И по привычке деда о бузах тяжких расскажи, О прошлом мне поведай. Потом свои стихи прочитал маленький псевдояпонец. Все они были о голоде, И все они были напичканы словами Кошмарный, ужасный, жуткий и подобными. Слушали их плохо. Несмотря на запреты, Публика лузгала семечки чуть не в открытую И бросала папиросы под лавки. В зале все время стоял приглушенный шумок. Наконец, последний поэт из гаража сел, И председательствующий на собрании Секретарь комсомольской ячейки механического завода Обратился к присутствующим. Ну а теперь, товарищи, высказывайтесь об услышанных вами стихах, Что они собой представляют с точки зрения соответствия текущему моменту. Ну, давай валяй, кто смелый. Гаражисты реально существовали, То есть реально отражены, В том числе там в нашей прессе, Например, там в нашей главной партийной газете Были объявления, Что собрание гаражистов состоится Тогда-то, тогда-то. Причем где именно там, по-моему, даже и не указано, Поскольку все и так знали, где это находится. А вот у меня, например, знакомый, Который учился в 13-й школе, Он говорит о том, что вот эта фраза Гараж поэтов, она ему знакома по концу 60-х годов. То есть, на самом деле, Вот между концом 60-х годов и 20-ми годами Прошло порядка 40 лет, да? Ну, вот, скажем, для меня, То есть 40 лет назад, это 80-е годы, Для меня, скажем, то, что происходило в 80-е годы, Вполне живо, да? То есть, вполне могло быть так, Что в 60-е, в конце 60-х годов Вот эта память о гараже поэтов, А он действительно находился недалеко от 13-й школы. То есть, это буквально в нескольких домах от него Этот самый легендарный гараж. Ладно, давай я скажу. Стесняясь, поднялся в самом центре зала Кучерявый брюнет в пиджаке без воротника. И застиранной добила гимнастерки. «Сыпь на сцену!» Закричали ему сзади и с боков. «Да нет!» Отмахнулся брюнет. «Я так!» Всего три слова. Ну, значит так. Насчет полезности стихов. Они пролетариату, конечно, нужны. Не все, но многие из тех, которые нам читали. Когда в стихах политграмота звучит, Она как-то ближе становится. Понятнее, что ли? Но все-таки, товарищи поэты, Надо бы насочинять, Как бы это правильно сказать. Ну, повеселее, что ли. А то ведь скучновато. Начал он оглядываться по залу, Ища поддержки. Справа и слева раздались голоса. «Точно! Частушку давай! Про любовь стихи послушать хотим!» Поэт Жукалев поднялся со своего места И солидно ответил. «Я отвечу товарищу, Который хочет от поэзии развлекательности, Но чуть попозже. А сейчас пусть высказываются другие товарищи». Если можно, теперь я скажу. Откуда-то сзади неожиданно раздался Тонкий девичий голос. И на сцену поднялась небольшая девушка В приталином жилете. «А мне кажется, товарищи, Что все, что мы услышали, Это никакая не поэзия!» Сказала она, Нервно сжимая на груди пальцы. Все это не поэзия, А просто рифмованная шелуха. Все на мгновение опешили. Бездомный вскочил со стула. Казалось, что он пытается выпрыгнуть Из своей просторной шинели И взлететь под потолок. Но что именно, Он начал было выкрикивать. Разобрать было невозможно. Зал взорвался криками, И скорее одобрительными, Чем возмущенными. А девушка прихнула коротко стриженными, Смоляными волосами и продолжала, Не ожидая, когда зал смолкнул. Настоящая поэзия всегда прекрасна, товарищи. Она заставляет нас радоваться и страдать. Она окрыляет, зовет на подвиг. Вспомните, как у Пушкина. Товарищ, верь, взойдет она, Звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена. Когда вечер подошел к концу, Толпа устремилась к дверям, И на выходе образовалось столпотворение. А здоровенный парнище в ватном пиджаке Нарочно растопырился в дверях, Открытых только наполовину. Но его вышибли, как пробку в коридор Со смехом и прибаутками. Глуховато звенели подкованными Сапогами красноармейцев гранитные ступени. Внизу в вестибюле раздавались громкие голоса И беспрестанно бухала входная дверь. Постепенно толпа вытекала наружу, На тротуар. О читавших стихи поэтах Из гаража все напрочь забыли. Забыли про их пролетариат, Который оформился как класс, И про потерявшего в труде здоровье деда. Поэты, кстати, высказались в конце диспута О том, какой, по их мнению, Должна быть современная пролетарская поэзия. Но и эти их слова забыли даже раньше, Чем они их договорили. Но зато почти каждый из них Запомнил строчки, Прочитанные тонким девическим голосом. Товарищ, верь, взойдет она, звезда. Какого-то там счастья, Какого счастья почти никто не мог припомнить. Слово было мало знакомым И каким-то удивительным. Не могли его вспомнить и поэты из гаража. А жаль, может быть, это слово и было Самым главным из всего, Что прозвучало в этот вечер В клубе комсомольцев первого района Самары В доме на углу Самарской и Красноармейской улиц. Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут, И свобода вас встретит радостно у входа. И братья меч вам отдадут. С вами был Михаил Перепелкин.